Про курсы и просить проанализировать динамику валют экономического союза. Давайте поговорим о том, что происходит на глобальных площадках, чем живут глобальные рынки. На самом деле все опасаются развития той коррекции, которую мы наблюдаем с конца января. Насколько этот сценарий, на ваш взгляд, может реализоваться? – Пока еще до конца не исключен повтор падения СНП-500 и финансовых рынков. Такое впечатление, что это падение было неким предупреждением. С одной стороны, назревшая коррекция после бешеного роста. С другой стороны, может быть, это звоночек в том плане, что не стоит слишком говорить о том, что возможности роста экономических показателей индексов бесконечны. Вероятность снижения сейчас удерживается выше 2700, снова СНП-500. Вероятность снижения снова где-то к 2500 не исключена. Вполне возможно, что, тем не менее, будет некое флетовое движение. Риски сейчас не такие большие. Рынок переживает то, что было уже как ретроспективу. И новых факторов, новых зельных драйверов для того, чтобы опустить индексы, пока не прослеживается. Невцы тоже не показывают сильного движения, которое могло бы влиять на общий индекс страха и так далее. То есть, пока ситуация спокойная, стабильная. И, видимо, в ближайшее время наиболее вероятная, на мой взгляд, всякая флетовая протаговка остальных валют. Из ваших слов становится понятно, что участники рынка чего-то ждут. Чего они ждут, на ваш взгляд? Каковы реперные точки с точки зрения новостного фона? Не будет ли это выступление Джерома Пауэлла перед законодателями? Это, может быть, не столько... Может, они тестами ждут, чтобы понять, что будет делать этот человек новополитикой? Или другое что? Не думаю, что будут какие-то неожиданности со стороны Джерома Пауэлла. Все-таки это не Дональд Трамп. И поэтому предполагаю, что изменения могут быть негативные в плане ужесточения процентных ставок ФРС. Не более того. Это, наверное, и беспокоит участников рынка, не так ли? То есть, в зависимости от дона его речи... Но не сейчас, чуть попозже. Спасибо вам огромное. Вас с наступающим праздником. Хороших выходных. Прекрасного настроения. Марк Гойкман, ведущий антретик группы Монетили и Трейд, был с нами на... Продолжение следует...